Дайте слово! Мы поговорим о том, как избирательная комиссия внедряла новые know-how, так называемые инициативы о голосовании несколько дней, об электронном голосовании в некоторых регионах, о том, что можно было голосовать по сути не на своем избирательном участке, о так называемых выездных голосованиях в местах скопления граждан. И много разных фишечек, которые были в первый раз в нашей стране, в нашей истории, в наших избирательных циклах, о том, что это голосование не являлось выборами и не подчинялось избирательному законодательству. Вот о всех этих нюансах сегодня мы поговорим с представителями политических партий. Сегодня у нас в гостях Алексей Вотинцев, партия КПРФ. Добрый день. Владимир Костин, партия ЛДПР. Добрый день. И Владимир Журавлев, партия Справедливая Россия. Добрый день. К сожалению, представитель от Единой России к нам так и не присоединился. Я, можно сказать, официально и неофициально звал представителя от Единой России, чтобы пояснить свою точку зрения, партийную точку зрения на эти инициативы избирательной комиссии и об этих ноу-хау. Но, к сожалению, по разным причинам разные представители Единой России не смогли поучаствовать в наших так называемых политических дебатах или политических пятиминутках, как я это называю. Ну, ничего страшного. Я думаю, представители оппозиционных партий в российском и областном парламенте прекрасно отстоят свою точку зрения, расскажут собственные инициативы, расскажут про то, как смотрят на эти избирательные технологии политические партии. И начнем, наверное, нашу дискуссию, наш разговор с Алексеем Вотинцевым, представителем партии КПРФ. Вот те ноу-хау, которые внедряются в наше избирательное сознание российскими властями, избирательной комиссии, как вы оцениваете их? Вы знаете, что ведь ни для кого не секрет, что на будущие избирательные кампании в Государственную Думу, в региональные парламенты вот эти ноу-хау будут планово внедряться. Особенно это касается удлиненного голосования, особенно это касается так называемых полутелефонных открепительных удостоверений, что происходило на этом голосовании. Вы помните, да, то есть эти истории повторялись от УИКа к УИКу, что звонили избиратели и просто по звонку голосовали на том избирательном участке, на котором они хотят проголосовать, не подкрепив свой голос открепительным удостоверением или заявлением на собственном УИКе. То есть таких инцидентов было масса. Я не знаю, насколько это нарушение, потому что это же голосование не относится к избирательной кампании и к выборам как таковым. Поэтому считать это нарушением, наверное, тоже неверно, но тем не менее, я считаю, что это неправильно с точки зрения избирательного цикла, с точки зрения самой процедуры выборов. И мне кажется, что на это необходимо обратить особое внимание. Как вы, Алексей, относитесь к инициативе голосования в общественно присутственных местах? На капотах, в автомобилях, на пеньках, в подъездах, на детских площадках, в магазинах и у аптек и так далее, и так далее. Ведь на самом деле это не смешно, потому что я не верю, что в какой-либо западноевропейской стране голосование проходит именно таким образом, что попираются основы выборов, основы того, что люди все-таки должны как-то осознанно сделать свой выбор, а не машинально, прогуляясь в магазин за пельменями со сметаной, и они должны отдать свой голос за столь важный документ и столь основополагающий документ, как Конституция. Но это мое мнение. Как вы к этому относитесь, Алексей Ботинцев? Ну, если в целом сказать сразу, что это просто безобразие форменное, потому что если мы посмотрим на те вещи, которые происходили на так называемом всенародном голосовании, это просто из рук вон. Потому что, посмотришь, я сам побывал, объездил несколько участков, особенно в день голосования, накануне, видел, как это все происходило. Понятно, что с одной стороны власти хотели сделать как лучше, для себя понятно, а получилось, как всегда, откровенной и просто видимость, чистая, как сказать-то, формальность, что выборы проводятся ради галочки. Вот это больше впечатление складывается. Потому что вот все эти тенденции, они наметились не сразу. Они два года назад уже ЦИК, в принципе, взяла курс на эти. То есть создание видимости так называемых прозрачных, свободных выборов, бесконфликтных. Вторая – это явка. А третья – это практически быстрое определение результата. Именно вот эти позиции, они, в принципе, и прослеживались. Ну, сами понимаете, прослеживались, если бы соблюдались права избирателей, если бы делались до того, чтобы тайное голосование соблюдалось, если бы соблюдались конституционные, притом, права, о том, что это равные всеобщие выборы и тайные. Но это ничего не было. Даже на некоторых участках голосовали-то без палаток. И вот я на том участке, на котором голосую, председатель пришел, а вот на нашем участке голосовали только в палатках на выездных голосованиях. Это не считает достижением. Но это называется общественный контроль. Это все правильно. Ну, вот это вот с контролем-то как раз и все проблемы. Потому что тенденцию они взяли на общественные палаты, на то, чтобы наблюдатели были от общественных палат. Притом наблюдатели были совершенно, какие у них права, и какие они представляют интересы, что выборы прозрачно проходят. И сам уровень даже компетенции этих людей вызывает сомнение. Мало того, что оказалось, вот сейчас проводится проверка, и мы написали, что оказалось, какие-то фонды потом этим людям платили огромные деньги. И это все очень серьезно. И при том, это все в угоду этой власти. Ведь люди, которые заточены на общественную палату, они не оппозиционные. Они именно те, которые обслуживают эту власть и интересы этой власти. И получается, что партия «Единая Россия» у нас монополист, который это все придумывает, который дает министерству по выборам это все внедрять. И получается, внедряются опытным путем. Понятно, что эти выборы были вне правового поля. Они были, ну, по большому счету, выдумкой, которые просто лишь показывали видимость выборов. И эти всенародные голосования, так называемые, ну, вообще, то есть ни в каком правовом поле не ходилось, и сплошь, ну, и нельзя, нарушались. Притом, это все нарушения проводились с тех тенденций, которые были два года назад. Ведь при росте количества обращений по нарушениям, по всем фиксировались только жалобы. Притом, жалоб профессионально написанных было очень мало. Притом, мало того, что некоторые жалобовщиков даже направляли потом на прокуратуру, их считали провокаторами, понимаете, они отрабатывают схему, даже если что-то заявил, или написал особое мнение, что на тебя какое-то давление может оказываться. И это на этих выборах проходило. Мало того, что еще даже ЦИК распространило, что КПРФ писали, члены КПРФ особое мнение, что партия никаких мнений особых не рекомендовала писать, что там, то есть, какая-то информационная атака. Притом, людей, которые находили в условиях, как сказать, такой изоляции, они получали информацию только из некоторых источников. То есть, они были практически в вакууме, в информационном, получали то, что там с избирательной комиссии спускали. И люди тоже были в ауте, как выражается, по-молодежному, то есть, они не понимали, где что происходит и кого слушаться. Понимаете? И все это происходило при всеобщем, что у нас хорошие выборы, что у нас тайное голосование, хотя это все только лишь видимость. Притом, это чисто просто политическая борьба в интересах правящей партии. Потому что мы что посмотрим, что у нас делается, вот даже по тому же, к примеру, приведем, как проводился конкурс на замещение главы администрации города Кирова. Сейчас даже установили, что были нарушения прокуратуры, сейчас будет предписание на Ковалеву и на все, что были нарушения в процедуре, хотя они четко прописаны. Понимаете? Тут то же самое. Но на всенародных выборах это было не в рамках правового поля, поэтому все оказывалось просто, как это сказать-то, ну, нарушение и нарушение, ну и ладно, потом типа учтем. Но ведь сами понимаете, уже заявили о том, что следующие выборы будут проходить три дня, что будут также наблюдатели от общественных палат. Но многие вот эти инновации, так называемые, которые включились и сейчас в избирательную комиссию, центральную избирательную комиссию внедряют, они оказываются вне правового поля и вне закона. Они просто какие-то выдумки, при том совершенно нарушающие права граждан, избирательные права граждан. Вот это самое возмущает. То, что выборы, видимость выборов выдают за реальные выборы. Притом выборы, которые на демократической основе. Ни в одной стране мира электронного голосования нет. Те, которые попробовали, они отказываются. А вот в странах третьего мира, как, например, Польша, там по конвертам голосуются. Но ведь нарушается сразу коренное конституционное право о тайне голосовании. Понятно, от кого конверт пришел, кому пошел. Все можно проследить. Понимаете? С одной стороны, вроде бы тайное право голосования дает возможность для каких-то фальсификаций. Но ведь фальсификации уже отработаны этой властью. И вот математики провели расчеты, показали, что реальная поддержка этой конституции составляет 30%. А нам трубят, что свыше 70% избирателей поддержали. Потому что математика, она показывает четкие цифры, если видите анализ какой, какие выборки и как это делается, что нам просто втирают по-сильному и по-крупному. Тем более на фоне происходит событие, когда люди видят, что происходит в Хабаровске. Понимаете? Люди видят, что есть запрос на коррупцию, потому что сплошь и рядом коррупционные губернаторы, руководители регионов, которые пришли просто как воеводы до Петровской эпохи, которые кормились с воеводства. Тут то же самое приходит, чтобы сесть на какие-то финансовые потоки и перенаправлять эти ручейки в свои карманы. И с другой стороны это используется, когда сплошь и рядом, в борьбе политической. Мы это все видим, и народ возмущается, когда их волеизъявления просто не игнорируются. Если они проголосовали, кого-то поддержали, а буквально через несколько дней или через год начали этих людей гнобить, хотя все знали, что это были преступления совершенные, извините меня. То есть держали до поры до времени в каких-то тайных папках. Понимаете? А то, что сейчас у нас в области происходит. Все понимают, буквально вот завтра будет ЗАГС собрание, и также какие интриги плетутся, чтобы оппозиция не выступила с критикой отчета губернатора. Ну потому что, видите, один провал, другой провал. Самый главный провал, который прошел. У нас город, ну при Выкове сам себя назначил, город трудовой доблести или славы. А тут просто профукали все, не подали заявку вовремя, ничего. То есть это явный провал. Они показывают, что это просто там бета-недоработка, ничего не доделали. Это все, это сразу не от всему правительству и всей работе губернатора. А член, председатель правительства, который, если уже открыто мы обсуждали какие-то уголовные дела на те организации, которые под его контролем находятся, и то, что сейчас происходит, и уже его делами заинтересовали, в центральной печати пишут и следственный комитет, и прокуратура, и буквально сейчас НБД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией затребовали документы, выемка происходит, и запрос документов для того, чтобы разбираться уже в Москве. Понимаете, это потому что это все мы выводим из демократической, как бы сказать, механизма волеизъявления населения, потому что единственный источник власти в нашей стране, это народ по конституции записан, а народ сплошь игнорируется, и оттуда и получается, что ставятся люди, которые совершенно как бы игнорируют мнение народа, которые делают свое дело и считают, что там где-то кто-то их защитит в верхних эшелонах власти, а на самом деле народ-то уже устал, и при том, самое интересное, люди пробуждаются, и что на этих выборах вот было интересно и понятно, особенно в день голосования, большинство приходило и голосовало против, потому что это и достала вся ситуация, и они сейчас вот как в Хабаровске напряжение-то, и температура кипения растет, пришли люди, которые раньше просто голосовали ногами, как говорится, как активный избиратель, которые просто не принимали в политической борьбе никакого участия, а сейчас они выходят, потому что предел, из позиций с коронавирусом, как это нарушались, элементарные гражданские права людей, при том, все это по благовидным предлогам, а на самом деле это просто ущемление всех демократических прав, ущемление всех вообще реальных каких-то гражданских, политических свобод, и это все происходит на фоне, как будто, как сказать-то, мы живем в каком-то сонном царстве виртуальном, нам создают образ вот этих прозрачных каких-то реальных выборов, а на самом деле он, это просто видимость, ткни эту картинку, а там все, холст порвется, и там все эти беспределы покажутся, если выключите телевизор на неделю, вы поймете, что жизнь совершенно другая, и по другим законам она действует, а то, что считает власть, и то, что делает, и внедряет, это просто как бы зомбирование, как по-другому. Мне очень понравилась фраза «выключите телевизор на неделю, и вы поймете, какая реальная жизнь в стране», надо ее запомнить. Алексей, цепочка логики очень понятна, она прослеживается, те мысли, которые там озвучивает ваша партия, в том числе и в средствах массовой информации, и на федеральном, и на региональном уровне, она понятна. То есть эти законодательные инициативы, которые будут у нас в будущем, которые будут ложиться на избирательные циклы в Государственную Думу, в региональные парламенты, там ваша партия, ваша личная позиция, вы эти инициативы не поддерживаете. Понимаете, если бы инициативы шли во благо, их можно было поддержать. Но все, что происходит, и делает последнее время власть, она все делает для того, чтобы ущемить, сократить, урезать все демократические права, которые были нам гарантированы Конституцией. Даже сам факт, когда Конституцию ремонтируют, можно так выразиться, незаконными методами, это уже говорит о том, что почему? Вот сейчас просят одобрения, они уже все законодательные акты приняли фактически, а потом призвали народ. А вы одобрите или не одобрите? Народу просто все уже стало, извиняюсь за выражение, по горлышко, потому что они экономическими выживаниями вопроса, как бы сказать, больше заинтересованы. А то, что происходит сейчас, политики их просто возмущают до глубины души. И то, что происходит, ведь Хабаровск это не последнее. До этого были, ну вы видели, что в период как раз именно коронавируса просто один регион вставал, другой регион вставал. Притом, самое-то интересное, центральная власть как будто не видит, что происходит в регионах, что происходит на местах. Понимаете? Это все как будто закрывает какая-то зашоренность, или просто они воруют и ни о чем не думают о другом. А фактически даже доходит до того, что это воровство и коррупция, это фактически захват власти. Потому что если посмотреть по тому, что произошло у нас при Ибыковской администрации, что сейчас происходит, это последствия именно того, что игнорируются именно демократические права граждан, гражданские права граждан, гарантированы Конституцией. Хоть и убогой Конституцией, которая принята была в 93-м году, после расстрела парламента, после того, что было совершено с народом и с демократическим волей заявления, но она все равно какие-то права гарантировала. А сейчас даже это ставят под сомнение уже. Понимаете? Ну, сами понимаете, вот в Пратсенат, когда какая-то когорта людей будет защищена навечно, при всех преследований они будут просто неприкосновены. Это что у нас, какие-то патриции, императоры, члены императорской семьи. Что мы создаем? Мы говорим о демократии, мы говорим о том, что Конституция должна гарантировать эти права, и в то же время это же все нарушает. Владимир Журавлев, представитель политической партии «Справедливая Россия». Как вы оцениваете те инициативы избирательной комиссии, которые были внедрены у нас при этом общероссийском голосовании? Что вы думаете о том, как нагнеталась явка на это голосование? Я прекрасно знаю случаи, когда руководители территориальных администраций города Кирова вызывали к себе на ковер руководители УИКов из-за того, что на их УИКов по предварительным голосованиям ожидается или уже прошла низкая явка. И эти бедные руководители УИКов там краснели в кабинете. И я не могу понять, почему исполнительная власть в виде руководителей ТЭРов вмешивается в избирательный процесс, причем так публично, так открыто, несмотря на то, что это все-таки не выборы, это общероссийское голосование. Тем не менее, вопросы вот этого административного давления на прошедших выборах, они также будут ретранслироваться на будущие избирательные кампании в Государственную Думу, в региональные парламенты? Или все-таки там у нас будет не такое сильное давление, и все-таки исполнительная власть будет себя вести более корректно? Вот как вы считаете, эти инициативы полезны для избирательных кампаний, для избирательных циклов, или все-таки вредны? Ну вот, посмотрите, я вот по сегодняшнему столу хотелось бы... Надеюсь, что сегодня то, что Единая Россия не пришла, на это скажется, что они... Вы знаете, они на заседание Гордума, это у них самая плохая явка, они не ходят ни на комиссии, ни на это. Вот. И надеюсь, что на этих выборах, в предстоящем 2021 году, в ОЗС, наконец-то большинство получит три партии, Справедливая Россия, ЛДПР, коммунисты там. В какой пропорции, это уже разницы нет. Теперь, что мы говорим, вот в политике, то, что происходит. Вот я, знаете, не буду повторяться, можно сказать так, как мой коллега, да, Ватинцев Алексей Владимирович, а можно вот, я четко вижу, знаете, вот вещи, пошли в стране две тенденции. Две тенденции. Федеральные интересы, да, то, что нам продавливают. Я думаю, вы знаете, даже сегодня Единая Россия, она так вообще не управляет. Это мое мнение личное. Вот в Кирове не управляют, нет здесь, вот создают рабочую повестку три партии, ЛДПР, Справедливая Россия, коммунисты. А у них нет лидеров, у них нет людей, которые бы модерировали. И губернатор формально ее возглавляет, но полицовет, но нет. Сегодня рулит администрация президента, давайте скажем так. И ей по большому счету сегодня она решает, какая партия будет побеждать, в какую сторону она пойдет. Там Кириенко, зам администрации президента, я думаю, что он этим управляет процессом. Ну, поскольку там со мной, например, общается как с депутатом, не обязательно с пролива России, с администрации президента и с привозкой федерального округа, то я вижу эту заинтересованность. У нас идет такое выстраивание вертикали власти, то есть нет как такового партийного, и поэтому и не прислушиваться, и некому, условно говоря, задавать рабочую повестку. И появляются, вы знаете, местные интересы, вот эти выборы показали, и федеральные интересы. Интересы федерального удержать власть у конкретных лиц, под конкретным, да? А местные говорят, слушайте, а вот то, что вы нам выдаете, и те программы федеральные, которые спускаете, они недостаточно, они учитывают местную специфику. Я это говорю за то, что люди начали просыпаться. Особенно вот среднее поколение, молодое, особенно активное, среднее, которое начинает подходить и не соглашаться. Вы знаете, парадоксально, по конституциям изменения, против, то не старшее поколение. Пенсионеров, старше, там, 55+, их просто обманули, вот этими фишками, никто не разобрался. Большинство голосует за, почему они и пошли на то, но старшее поколение у нас не ходит, оно там, немощное, оно там, ну, жарко, там, неудобно и так далее, боится там, пандемии и так далее. Почему с этим все было связано, да? Они попробовали, откатали вот эти схемы. А против-то молодое. Ну, извините меня, так это мина замедленного действия. И если действующая власть, неважно какая партия, вот носителем являются, важны идеи. И если, вот я надеюсь, там, на разумность администрации президента, потому что там люди более, в моем понимании, компетентны, чем там в некоторых партиях, там, да, и особенно на местах, у нас просто нет подготовки, я думаю, что там, Владимир Костин меня поддержит. У нас не все люди достаточно подготовленные, государственной политики на муниципальном уровне, на региональном уровне, там, пытаются что-то вникать, как-то так, это буквально вот по пальцам, что в АЗСе, спиток, может быть, найдется депутатов. То же самое там в городской думе, пример, спиток депутатов, которые и пытаются, неважно от какой партии, но пытаются чего-то двигать, изменять, давайте развиваться и так далее. И вот, кто не знает, в Америке и Европе у них такая тенденция, они на президентские выборы, даже в той же Америке, они, ну, на местные выборы губернаторов, на муниципальные выборы, что в Германии, что в Италии, что в Испании, я знаю, они ходят на муниципальные, даже явка больше, чем на федеральные выборы. И это правильно, потому что, кто нами здесь будет управлять на месте, это очень важно становится. И вот эту бы я тенденцию отметил. Теперь касается, что выборов, ну, вы знаете, вот мы с коллегами, оппозиционерами, все знают, как происходит подтасовка. Вот я знаю, в 12-м году, когда были выборы, в городскую думу и так далее, и выборы президента и так далее, там мухлевали, тем более люди, которые сейчас уже вышли на пенсию, которые в то время возглавляли эти уики, они все проговариваются, мы живем среди людей, они рассказали, как было. На местах все было хорошо, потому что четко можно было посчитать, столько людей пришло, сколько людей выдано, там один плюс-минус два бюллетеня. А все остальное мы потом вывалили, посчитали вручную и отдали. Отдали. А на районном уровне, вот в городе, там и мухлевали. Отсюда пришло так, там цифры и делали, потому что в электронном виде у них был доступ, и были ключи к тому времени. И я думаю, что ключами выборов и даже от этих Каибов, даже Памфилова не рулит. Там есть администрация президента, есть государства, спецбригады, которые могут таким образом электронные все эти выборы, пока нет четкого контроля за этим, нет прозрачного контроля, притом оппозиции, за электронным подсчетом. Мне это вызывает просто неприятие. И вот где вручную считали, вот я знаю некоторых представителей у ВИКов, это тоже как бы наши люди, то есть я имею в виду жители города, неважно там какой партии, то есть чаще всего вообще беспортийные. Они говорят вручную, вот я знаю результат некоторых у ВИКов, 52 поддержали, 48 были против, это городские участки. Но есть, которые вручную считали, ну там была разница до 20, там на 18%, то есть за больше, чем против на 18%. Вот примерно такая тенденция. Но когда КАИП считывают, я не знаю, куда ушла информация, у меня нет той флешки, того ключа, который бы я мог проверить. А в ручном режиме я понимаю, вот посчитали общественники, сколько человек зашло, сколько получило бюллетеней, сколько сбросило, мы потом вычли, то есть это более-менее реально. Но опять же, как подаются дальше вот эти протоколы, вот за этим контролировать надо. Ну и хочу сказать, что вот власть, придержащая исполнительную власть, очень большое у меня как бы нарекание, доиграйтесь, понимаете. Вот я почувствовал, с фургалом, это четко было понятно, что там искра, недовольство прежде всего, прежде всего, прошедшими выборами, я уверен в этом, и политологи, я думаю, сказали. Ну и плюс, вы знаете, просто так 30 тысяч за простого человека, за губернатора, я уверен, сними сейчас Васильева, за него ни один человек не выйдет. Выйдет наоборот в поддержку, чтобы его снять. А тут за человека вышли. У меня теперь следующий вопрос законный, который задают мои коллеги, Владимир Вольфович Жириновский высказался, он говорит, погодите, у нас так-то, когда оператив, как кто знает, на губернатора идет, там подписываться минимум 12 человек, из них там три генерала. Я уверен, что и Трутнев подписал. Погодите, а что вы раньше-то не знали? Мало того, человек три раза был депутатом государственного думы. А теперь вы его обвиняете, слушайте, я считаю, вот эти 12 человек, все должны полететь, в том числе и Трутнев, тогда который подписал разрешение на губернаторство. Слушай, ты пропустил, если ты сейчас недоволен, так сними того генерала, который проверкой занимался, я не знаю, там ФСБ, или там полиция, или там, ну или ФССО, я не знаю, кто это везел. Значит, плохо проверяли. Если даже есть какой-то намек на такое тяжкое преступление, обвинение в убийстве, слушайте, тогда у него такие косяки, мы не можем его пропустить. Почему этого не делалось? Давайте тогда 12 человек, которые подписали эту бумажку, давайте я их сниму. Теперь, что касается вот системы в городе и в области, ну, я вижу все равно, ситуация потихонечку меняется. Потихонечку меняется, и я надеюсь, что Единая Россия, вот на ближайших выборах, в следующем году, в сентябре, она просто сойдет на нет, не знаю, там на федеральном уровне. Они все там делают, но на местном уровне, я призываю наших слушателей, вы приходите голосовать. Мы будем ратовать за то, что были, никаких Каибов не было на местных выборах, ни в ОЗС, ни в городскую думу. Был ручной подсчет. Только таким мы выборам будем доверять. Надеюсь, к тому времени у нас уже появится, наверное, я верю в эволюцию, что каждое, как говорят, новое поколение, оно лучшее. Я надеюсь, что каждый новый губернатор, кандидат, который нам, ну, скорее всего, нам привезут его, да, Владимир, но он потом выскажется. Хотя, может быть, мы им наберемся сил и выставим нормального оппозиционного кандидата, может, даже ни одного. А почему бы и нет? Я считаю, правильная позиция, там, слога говоря, пусть губернатор там идет, заходит, а второй кандидат должен стать председателем, а третий кандидат может стать председателем ОЗС. Предположим, почему такую схему бы не использовать? А у нас, знаете, как враги начинают поливать грязь друг другу, а нужно заниматься, кто лучше представит программу развития, глубже посмотрит, я считаю, наоборот, все три человека были бы, там, условно говоря, четыре человека, выгодны бы в системе власти, и от этого была бы польза. Вот, я именно за эту точку зрения как раз и ратую, когда собираюсь здесь за круглым столом представителей всех политических партий, и мы обсуждаем абсолютно насущные, злободневные, может быть, даже противоположные, спорные вопросы, но все политические партии высказывают свою точку зрения. И все Единая Россия, как всегда. И они могут дискутировать, ссориться, ругаться, но тем не менее, там, я считаю, что что парламент, что средства массовой информации, это должны быть площадки для дискуссий, а не как, кто-то у нас выразился из местных политиков, что ОЗС это не место для дискуссий, я вот считаю, что это не правильно. И помните, в пятом созыве Быков как-то мне сказал, пока я в горы и город возглавляю, никакой политики не будет. Я ему принес учебник политологии в следующем заседании, положил и сказал, он говорит, все равно я буду делать так, как считаю нужно. Вот понимаете, когда у нас такие люди у власти, ну вот мы имеем то, что имеем. Вот поэтому я и говорю о том, что здесь должна быть дискуссия, здесь должны быть столкновения точек зрения и правильный подход, что в том числе и кадровые вопросы на региональной, на местной политике необходимо решать совместными усилиями и объединять эти усилия для того, чтобы там регион, муниципалитет, город получали самое лучшее, самых умных, самых порядочных и тех людей, которые достойны занимать телеименные должности и компетентные, это самое важное. К сожалению, вот сегодня, да, к сожалению, представителей от Единой России нет, некому высказать точку зрения от Единой России и передаем слово Владимиру Костину, как он оценивает те инициативы избирательной комиссии, которые у нас будут транслироваться на будущие компании, что вы думаете об прошедшем голосовании и как вы думаете будет происходить региональная политическая повестка у нас в будущем. Нас все-таки больше беспокоит наш регион, наш субъект, а не федеральная повестка, потому что, как вы, Владимир, правильно отметили, что все-таки и в Западной Европе, и в США и люди гораздо чаще участвуют в муниципальной, в местной политике, чем в федеральной. Также я считаю, что и здесь, в Кировской области, нам все-таки свой карман, свой холодильник, как многие выражают, дороже, чем холодильник федерального чиновника. Вот как вы оцениваете эти инициативы, прошедшие выборы и будущую политическую повестку у нас в регионе? Алексей, я бы сразу хотел прокомментировать, что Единая Россия не выразила позицию, на самом деле Единая Россия выразила позицию своим неприходом, этим людям в большинстве своем наплевать на то, что происходит в регионе, наплевать на интересы тех людей, которые за Единую Россию голосовали и, быть может, не голосовали. Вопрос фальсификации я чуть позже тоже раскрою свои мысли по этому поводу, скажу. Что касается прошедшего всенародного голосования, как правильно было подмечено, у нас правового статуса всенародного голосования нет. Фактически можно вот это голосование расценивать как масштабный опрос мнения населения жителей нашей страны по поводу изменения в Конституции. Не более того, опрос мнения, зачем нужно было тратить такие большие деньги на всего-навсего опрос мнения, зачем нужно было позориться с этими пеньками, багажниками машин, а не просто поручить это в ЦИОМу и, в принципе, получить такую же самую цифру и точно так же сомневаться в легитимности этих самых результатов опросов. Я не понимаю лично, да, те гигантские деньги, которые были потрачены в Кировской области, например, могли бы мы потратить на куда более важные и значимые задачи, и точно от этого жители нашего региона бы никак не пострадали. Тем более при нашем дефицитном областном и муниципальном. Муниципальном, да, муниципальных, причем не только город Киров у нас испытывает сложности с финансированием. Поэтому здесь мое мнение однозначное, не стоит удивляться результатам вот этого всего-навсего опроса, нужно просто их принять. По большому счету поправки в Конституцию случились чуть раньше об этом, собственно говоря, Панфилова и говорила, что вы хотите. Проголосовала Государственная Дума, поддержал Совет Федерации, одобрил президент, подписал. Какие вопросы-то ко мне? И, собственно, она в этой части права. Другое дело, что Панфилова сейчас абсолютно неправильные вещи дальше проводит в жизнь и надеюсь, что этого не случится. В частности, когда она была у Леонидовича Путина, презентовала идею о том, что неплохо было бы растянуть голосование на несколько дней по всем вопросам, например, по выборам губернаторов или региональных парламентов Государственной Думы. Что такое голосование в три дня? Те, кто сталкивался с избирательной кампанией, они прекрасно представляют. Это пишем, голосование в три дня, ставим равенство и пишем фальсификации. Главная проблема, вы знаете, не в том, что у нас какие-то механизмы не работают, а в том, что у нас пропало доверие между обществом и властью, внутри власти пропало доверие, то есть, мир четко разделился для нас, на каких-то вот этих людей, которые принимают решения и на всех остальных, кто эти решения вынужден выполнять. Причем, говоря о тех, кто принимает решения, я тут солидарен с коллегами, я не говорю даже о всей единой России, я даже не говорю о разделении ветвей власти законодательно-исполнительной. Законодательная ветвь власти давно сама обесценила себя и сейчас, по большому счету, депутаты сделали все, ну, по крайней мере, законодательного собрания, как раз-таки понятно, от какой партии, у которой большинство, сделали все для того, чтобы не принимать никаких решений. Чем это обусловлено? Ну, у нас вот это отсутствие разделения, отсутствие паритета мнений привело к тому, что единороссы полностью оккупировали исполнительную власть, полностью оккупировали законодательную власть. Причем, опять же, вот соподчинение, оно выглядит именно так, исполнительное командует над законодательной. О чем мы вообще говорим? О каком здравом смысле? Когда мы поднимали вопрос об отсутствии мест для детей старше трех лет в детских садах, столкнулись с тем, что коллеги по законодательному собранию из партии большинства не принимают эту позицию. Депутаты от ЛДПР говорят, мы видим больше трех тысяч человек, которые не пошли в детский сад, нам говорят, этой проблемы нет. Слушайте, ну можно отрицать очевидное, но это рано или поздно приводит к тому, что происходит сейчас в Хабаровске. Вот отдельно тоже хотел бы коснуться темы Сергея Ивановича Фургала, сам лично знаком, в 2018 году на второй тур в Хабаровск летал и знаю, что такое Хабаровск, представляю, кто такие хабаровчане, я вас уверяю, что Хабаровск не встал бы за человека, которого им навязали, которому они не доверяют. Мы с вами, естественно, из Кировской области вряд ли можем оценить, насколько вероятно то, в чем его обвиняют. Но вот почему-то, когда у нас Парк Победы, например, кусочек отрезали, взяли, продали за... город получил 300, сколько, 37 тысяч рублей, продали за 180, и все знают, кто, но ничего не происходит. Сколько? 7 лет ничего не происходило. Очевидные вещи нужно было как-то доказывать, жители выходили на улицу и так далее. А здесь говорят, слушайте, 105-я статья убийства, и жители выходят и говорят, не-не-не, верните. Могли бы жители, опять же, не знать об этом? Могли бы жители не знать биографию человека, которого они выбрали в губернаторах? Конечно, нет. И поэтому вот вопрос доверия ключевой, еще раз говорю, это доверие. Сейчас доверия нет. О каком трехдневном голосовании мы можем говорить, когда нет доверия? О каких наблюдателей от общественной палаты мы можем говорить, когда общественная палата, где она себя проявила? Я помню, с какой помпой презентовали необходимость предоставления общественной палате право законодательной инициативы в ЗАГС собрании. И сколько законодательных инициатив за последний год поступило? Знаете, с чем выходила общественная палата? С тем, чтобы, опять же, пересмотреть полномочия общественной палаты и с тем, чтобы изменить порядок избрания членов общественной палаты. Где инициативы-то социальные? Где вот та самая общественность, которая вдруг принесет законодательные инициативы, нацеленные на, собственно, изменение жизни той самой общественности? То есть, в институт общественной палаты я абсолютно не верю. Это организация, которая только лишь создана для того, чтобы придать легитимности, ну, такой, знаете, легкий шарм легитимности тем решениям, которые сейчас принимаются абсолютно там без диалога представителями партии большинства. Ничего плохого не вижу в том, более того, считаю, что это обязательно нужно вводить. Ничего плохого нет в том, чтобы, например, в правительстве работали представители всех парламентских сил. Опять же, нужно, наверное, руководствоваться пропорциями. Вот есть там 25% жителей области, которые на выборах в Заксобрание проголосовали за ЛДПР. Ну, наверное, четверть представительства в правительстве должно быть отдано парламентской партии. И тогда мы, принимая бюджет, будем понимать полностью все расклады, а не так, что вот там нам показали бумажку, да, и сказали, ну, слушайте, без разницы, что вы там, какие поправки наносите, денег нет. Почему-то не единороссы, еще раз, в Заксобрании, а правительство может изыскать 49 миллионов на освещение, на информирование о поправках в Конституцию, да, а когда вносится инициатива, например, по выделению, не побоюсь этого слова, жалких 500 рублей, детям войны 50 миллионов мы найти не можем. И, ну, не стыдно ли представителям, опять же, самой большой парламентской партии, когда они вынуждены за это голосовать, я вас уверяю, многим стыдно. Но это как раз из-за того, что у нас власть фактически узурпирована в руках еще раз даже ни одной партии, а небольшой горстки людей, которые почему-то решили, что они отражают интересы всех граждан. Вот было сказано, что неплохо бы людям посмотреть на мнение других людей. Некоторым людям неплохо бы было выехать за пределы МКАД, например, и посмотреть, чем живет глубинка. Потому что, когда целый министр правительства Российской Федерации смеется от того, что социальное жилье это 18 квадратных метров, представляете, у нас люди живут с двумя детьми, а то и больше этих 18 квадратных. А министр труда смеется над 10 тысячами рублей, которые были выплачены в качестве компенсации. И не смогут эти люди понять тех, кто вышел в Хабаровске сейчас 30 тысяч человек. Не смогут эти люди понять тех, кто не отдал ребенка в детский сад в Кировской области и сейчас испытывает сложности. Нам вообще не по пути с этими людьми. Нам не о чем с ними говорить, пока они не готовы будут услышать. А они уже все показали, что слышать они не готовы. вот опять же у нас дискуссия в ЗАГСобрании была, что знаете, там на определенном этапе нам стали говорить, ну, что вы хотите, мы же вас слушаем. Вот опять слушать и услышать это две разные вещи. Почему-то, чтобы нас услышали, вот в частности по законопроекту о выделении дотаций семьям, чьи дети не попали в детский сад, потребовалось полтора года, чтобы просто доказать, что у нас 3000 детей не попали в детский сад. Элементарные вещи вы запросите в правительстве отчет. Правительство обязано отчитываться законодательному собранию. Контрольная функция это одна из трех функций, которые есть у законодательного собрания. Почему законодательное собрание не пользуется? Ответ уже дал, потому что все там переплелось. И там узурпация власти в одних руках предполагает, что мы не будем развиваться, у нас жутчайшая стагнация в стране идет во всем. Вот если появляется чего греха-то бывает, просто промелькнут вот что называется самородки. И там даже в нынешнем правительстве у нас такие были. Вот видно, что человек он не ограничен какой-то бюрократией, которую ему сверху спустили. Он решает поставленные задачи. Но он в системе инородное тело. Оно его выживает. И этого человека просто выдавливают из правительства. Он не может там работать, несмотря на то, что суперталантливый, несмотря на то, что видно, что человек не просто там делает вид, что он решает проблемы жителей области. Он ищет нестандартные подходы. у нас, опять же, большому сожалению, система свой-чужой превалирует над всем. То есть, если приходит новый губернатор, он сразу почему-то приводит свою команду. И опять же, согласен с тем, что не может быть так, что в области, где проживает миллион двести тысяч человек, не найдется своих высококвалифицированных управленцев. вот проблема, опять же, которая сейчас есть в Хабаровске, это проблема многих регионов, в том числе нашего. Нам уже не надо никого извне, потому что мы наелись вот этих самых людей, которые приехали, пять лет отработали, а детей-то здесь своих воспитывать не будут. Сами жить здесь не станут. Поэтому, ну, рассчитывать на то, что они вдруг тельняшку на груди порвут и вместе с жителями, например, встанут против завода в Мородыковском, не стоит. Потому что куда важнее для них конъюнктурные интересы там личного согласования на какое-нибудь более там высокое назначение куда-нибудь в Москву или в какой-нибудь регион пожирнее. Нам нужны свои специалисты, таких хватает. Опять же, вот сейчас вятский бизнес, когда возмутился по поводу того, что в ситуации, когда нужно пополнить бюджет налогами, бизнес выдаивают по полной программе, когда нужно сказать, что у нас самая низкая там безработица, приходит, опять же, трудовая инспекция и спрашивает, а почему у вас кто-то нетрудоустроен, почему зарплату вы платите в серую. А когда бизнесу стало тяжело, и они говорят, слушайте, мы закроемся, мы вынуждены будем сократить все рабочие места, и мы, как социально ответственные люди, говорим, помогите нам сохранить рабочие места. Власть поворачивается к ним совсем не лицом. Почему? Опять же, бизнес, как самые активные граждане на области, как люди, которые привыкли создавать, почему они должны этой власти продолжать верить. Вопрос доверия сейчас, повторюсь, определяющий. Вернуть это доверие крайне сложно, но шанс все еще есть. Введение вот этих новых норм по голосованию доверие окончательно убьет. Я вас уверяю, что вот если последнее, фактически, право, право избирать у людей заберут, несмотря на все ожидания, что холодильник победит, у тех, кто организует выборы, они ошибаются. Люди, поняв, что от них ничего сейчас не зависит. Долгое время, кстати, людям прививали осознание, что их голос решающий, что он много значит. Люди сейчас в это поверили, осознали, что можно прийти на избирательный участок, поставить галочку, например, кандидат от ЛДПР Фургал набирает 70% голосов, оказывается, это возможно. Причем, коллеги по другим партиям такие же примеры тоже имеют, Хакасию возьмем, Иркутскую область, побеждают кандидаты не системные, вернее, не утвержденные власть имущими, а утвержденные народом. Значит, оказывается, можно так. Значит, оказывается, можно делегировать право управлять регионом тому, кому ты хочешь, а не тому, кого поставили. И этот выбор, опять же, этот вывод, вернее, люди сделали, уверены, что сейчас голос их решающий. И тут же, в этот самый момент, когда люди стали активными, им говорят, не-не-не, а считать-то мы будем по-другому. Рассчитывать, что эти люди просто скажут, ну ладно, и голосовать не пойдут, не стоит. Эти люди проголосуют ногами. Вот эти полные площади в Хабаровске, это только первая ласточка упаси нас, Господь, чтобы всей стране вот так вот толпами люди ходили и требовали и защищали свои права. Я надеюсь, что это все будет решаться в кабинетах путем, опять же, сохранения избирательного права в том виде, в котором оно есть. Как писал Пушкин, не дай Бог увидеть русский бункт бессмысленный и беспощадный. Все так. Мне нравится, что наша дискуссия плавно переросла из избирательных предвыборных технологий, от инициатив избирательной комиссии. Наша дискуссия переросла в региональную, местную проблематику, потому что эти вопросы гораздо важнее сегодня для нас. То, что происходит в региональной муниципальной политике, действительно вызывает массу вопросов у всех активных жителей нашего региона, и политических деятелей, и представителей бизнеса, и общественности. Все задают вопросы, то, что сегодня происходит здесь, с нами, и сейчас. И мне нравится, что эта повестка, она переходит из разряда кухонных разговоров, она переходит в политическую, в информационную плоскость. Люди высказывают свою точку зрения, а те, то голосование, общероссийское голосование, или изучение общественного мнения, которое прошло, оно требует лишь такого немногочисленного диалога. Почему? Потому что эти технологии, они все-таки больше выглядели как действительно предвыборные технологии, а не изучение общественного мнения, и не показало реальную статистику, реальную цифру поддержки, или не поддержки региональной, федеральной власти, или конституции, населения наших регионов. Поэтому, уважаемые друзья, делайте выводы самостоятельно, принимайте решения осознанно. С вами был я, Алексей Кузьмин, авторская передача «Дайте слово». До свидания. До свидания. До свидания. Дайте слово.